Музыка 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 Магомед Мусальевич, скажите неопределенность В какой Лиге команда будет играть на подготовке в чемпионате К сегодняшний Игорь Музыка Ну это конечно не может не сказываться Мы все живые люди, футболисты читают все, такой момент, масса в средствах постоянно это озвучивается. И тот факт, конечно, что наша молодежь не прибыла на игру, тоже такую определенную нервозность вызывает в команде. Мы тренерским штабом каждый день разговариваем с футболистами, готовим их в большей степени на какую-то спортивную составляющую. Мы тренера, они футболисты, мы должны готовиться. Никто, выйдя мы сегодня, сыграя неудачно, никто бы нас не стал бы по голове гладить и говорить, что у них проблемы. Проблемы, проблемы, мы не должны, извиняюсь за выражение, заморачиваться. Мы должны готовиться к каждой игре, быть конкурентно способными. А какой будет результат, посмотрим. Спасибо, пожалуйста, еще вопросы, если есть. Либо Григорий, европейско-азиатские новости. Магомед Пусаревич с победой. Дюбин великолепный матч провел, как-то планируете его дополнительно поощрить? У нас есть президент клуба, он, наверное, будет поощрять. Мы его чем можем поощрить, тренеры? Ну, что следующую игру выйдет в основном составе, это самое главное поощрение от нас. Да, хороший матч провел, надеемся, что он будет также дальше прогрессировать. Спасибо, пожалуйста, еще вопросы. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Я бы от себя хотел бы сказать, у вас действительно в Екатеринбурге футбольная атмосфера, очень было приятно. Конечно, возможно, мы не показали тот футбол, который вы ожидали на фоне Чемпионата мира, но вы нас тоже должны по-своему понять, что у нас какие есть ресурсы, из таких мы исходим. Ну, у вас действительно очень приятно находиться, играть, себя даже чувствуешь немного как бы приобщенным к Чемпионату мира. Всем удачи, спасибо вам большое. Добрый вечер. Комментарий. В шоке немножко находимся. То, что ожидали от соперника, к этому готовились, на это акцентировали. Понимали, что много моментов в атаке не будет, потому что плотно соперник играет, но тем не менее. Создавали моменты, не хватило завершения агрессии, наверное, да? Думали, ну, этот не забьем момент, появится еще. Да, момент появлялся, но мы дальше не забивали. Во втором тайме немного сломалась игра, начали делать простые ошибки, простые потери. Соперник это почувствовал и в своей контратаке одним ударом решил исход. Спасибо, давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, не забываем представляться, называть госмин. Алексей Максимов, Спортэкспресс. Дмитрий Владимирович, когда Ваша команда прибавляла скоростью, в атаке сразу же у Анжи возникали серьезные проблемы, но она не часто этим пользовалась. Есть ресурсы, чтобы усилить этот компонент? Ресурсы в игроках, конечно, есть, в наших игроках. Раз они это делают, и получается, значит, на этом больше акцентировать. Мы это и хотели, быстрый переход. На этом был акцент, потому что понимали, что соперник всей командой быстро садится, и очень важен в этой ситуации быстрый переход. Не так было много этих моментов, но, как Вы сказали, когда делали, тогда сразу была угроза. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Дмитрий Владимирович, добрый вечер, Лейба Григорий Ян. Как оцениваете взаимодействие между Меркурловым и Эль Кобиром? Во втором теме было заметно, что созидание так немного свалилось на правый фланг. Ну, как оценивать? Когда команда не выигрывает, все виноваты. То, что взаимодействие не то, что нужно было, это да, у нас левый фланг практически не работал. Спасибо. Еще, пожалуйста. Да, пожалуйста. Евгений Захаров, Хит-ФМ. Дмитрий Владимирович, мы видели достаточно яркую индивидуальную игру от Ильина, но в целом сложилось ощущение, что не хватает атакующего потенциала у команды. За счет кого, каких игроков вы будете наращивать, может быть, в течение сезона атакующей мощи? Во-первых, за счет этих игроков, которые есть, и, соответственно, ведется работа, и ищем игрока в атаку тоже. Спасибо. Пожалуйста. Еще. Все, спасибо. Спасибо.